здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим виды пива и этим видео мы начинаем нашу огромную работу по тому чтобы представить вашему вниманию технологию процессы и оборудование пиво варенье мы будем рассматривать в основном классический подход и это будет более 30 лекций по пиво варенью на текущий момент достаточно сложно сказать и обозреть сколько их будет на самом деле поддержите автора канала в его работе отправьте донат подпишитесь на busty.tu в этих лекциях мы непременно рассмотрим подготовку солода и хмеля использование хмеля в пиво варенье охмеление сусла фильтрацию сусла и пива брожение и дображивание пива и конечно же все это будет подробно рассмотрено с точки зрения конструкции используемого оборудования технологических режимов физических и химических процессов которые происходят сырьем и полуфабрикатами в некоторых лекциях будет очень много химических формул которые будут появляться на экране и вы сможете более полно понять тот процесс который происходит на производстве в этом видео рассмотрим виды пива есть разные классификации я буду придерживаться одной из них итак пиво делится по цвету на светлое и темное а по концентрации на слабое с исходным суслом 5 процентов средние до 12 процентов и крепкое свыше 14 процентов в зависимости от способа брожения оно делится на пиво низового брожения и пиво верхового брожения в редких случаях встречается пиво самопроизвольно сброженные прежде чем мы рассмотрим пиво низового и верхового брожения следует отметить что производство крепкого пива то есть с процентным содержанием 14 процентов достаточно трудоемко эти проценты относятся к экстрактивности начального сусла и наиболее часто встречается пиво с экстрактивностью начального сусла от десяти до двенадцати процентов массовых и как мы выясним в наших следующих лекциях что пиво с экстрактивностью сусла свыше 14 процентов очень трудоемко в производстве но об этом позднее а сейчас поговорим о пиве низового брожения большая часть мирового производства пиво получается при низовом брожении это или светлое или темное пиво разной концентрации в мировом производстве преобладает светлое пиво пивзинского типа оно было создано после основания пивзинского пивоваренного завода у пиво как напитка особенно ценятся некоторые специфические главным образом органолептические свойства в связи с этим возникло много часто очень разных типов пива однако основным представителем осталось именно пиво пивзинского завода выровненные вкусовые свойства которого вместе с приятным горьковатым вкусом и хорошей пенистостью ценятся потребителями кроме технологии на свойства пива оказывают влияние местные производственные условия тип солода тип хмеля качество воды из немецкого пива известно темное мюнхенское пиво оно имеет концентрацию 13-14 процентов полный слегка сладковатый однако очень приятный вкус из-за специальных сортов мюнхенского пива наиболее известен темный сальвадор светлое лагерное пиво пивзинского типа изготавливается на мюнхенских пивоваренных заводов в ущерб темному пиву производство которого сокращается к известным типам относится также светлое дортунское пиво оно имеет характерный средний горький вкус глубоко сброжено концентрация колеблется от 13 до 14 процентов содержание спирта 4,5 до 4,8 процента в сша где выпуск пива достигает 1,4 мирового производства светлое лагерное пиво пильзинского типа изготавливается только способом низового брожения в результате стремления производителей пива повысить стойкость за счет переработки только стандартного сырья при максимальной рационализации производственных процессов качество марочного пива до определенной степени выровнялось в ущерб индивидуальным свойствам пива характерным ранее для отдельных производителей особенно это верно на примере сша в европе проблемы выравнивание основных показателей пива занимался например бельгийский технолог ганг выравнивание химического состава и цвета пива чешских и других марок представлена в таблицах на экране хотя приведенные данные не содержат сведений об органолептических показателей однако из анализа видно как пиво отдельных марок приспосабливается по химическому составу и цвету к существующему стандарту особенно существенно приспосабливание к очень светлому цвету который требуется в настоящее время от всех высококачественных сортов пива в чехии выпускается преимущественно светлое пиво доля темного пива незначительно колеблется от 3 до 5 процентов по сортам в общем выпуске на разливное 7 процентное пиво приходится около 20 процентов на 10 процентное около 65 процентов на 12 процентное лагерное пиво около 15 процентов на специальные сорта пива около полу процента в германии польше венгрии вырабатывают преимущественно светлое пиво концентрации от 11 до 12 процентов в россии большая часть пива по качеству напоминает чешское лагерное пиво из светлого пиво это 11 процентное жигулевская с несколько более интенсивным цветом чем чешское светлое пиво от 1 до 2,2 миллилитров 1 нормального раствора йода сладковатая с незначительно выраженным хмелевым вкусом другие светлые сорта 12 процентная рижская львовская 13 процентная московская более светлые от 0,5 до 1 с выразительным хмелевым вкусом московская со слабоароматным солодовым привкусом темная 14 с половиной процентная мартовская мало охмеленная имеет полный и выразительный солодовый вкус цвет колеблется от 4 до 8 миллилитров 0,1 нормального раствора йода отметим два сорта пиво высокой концентрации 20 процентная светлое ленинградская и 20 процентная темная портер ленинградская пиво сильно охмеленная имеет высокое содержание спирта минимальное количество которого 6 процентов и характерный вкус темный портер тоже получается способом низового брожения он имеет очень приятный аромат содержит 5 процентов спирта имеет цвет 8 миллилитров 0,1 нормального раствора йода в германии где выпускают больше всего пиво из европейских государств 98 процентов от общего выпуска приходится на категорию так называемого вольбер концентрации от 11 до 14 процентов это преимущественно лагерное пиво пильзинского типа только 1,3 процента от общего выпуска приходится на специальные сорта концентрации выше 16 процентов и остальные на слабое пиво 2 процентное и 5 с половиной процентное в остальных европейских странах тоже преобладает светлое лагерное пиво от 11 процентного до 13 процентного и только небольшая доля приходится на слабые и специальные сорта пиво верхового брожения производство пиво верхового брожения в европейских странах когда-то имела очень существенный объем после введения способа низового брожения производство его снизилась и в настоящее время сохранилась только в англии в других странах этот метод не применяется за небольшим исключением уже с конца 19 века в англии около 90 процентов пиво от общего выпуска вырабатывают способом верхового брожения изготавливают два основных сорта темное пиво porter и стоут и светлое пиво эль в обоих случаях это пиво легкое и крепкое до 20 процентов пиво стоут и porter очень темная сильно охмеленная и глубоко сброженная потребительское пиво 9 и 12 процентная большей частью не шпунтуется она имеет низкое содержание углекислого газа характерный привкус темного солода и типичный аромат брожение пиво коротковременное особенно у стоута некоторые сорта которого выпускают через 4-6 дней портеры и крепкие экспортные сорта стоута имеют при концентрации от 13 до 20 процентов содержание спирта от 4,1 до 6,8 процента они очень стойкие выдерживают хранение в бутылках до 2-3 лет известные марки queeness и bass светлое пиво верхового брожения вырабатывают из засыпи с добавкой заменителей солода сахара и риса оно сильно охмеленное а более крепкие сорта еще дополнительно специально охмеляют ароматизируют в лагерных танках светлое пиво эль имеет концентрацию 10-11 процентов и называется также горьким более темный мягкий эль несколько меньше охмелен его концентрация от 9 до 11 процентов особенно популярным является сорт очень горького пива с так называемым сухим вкусом концентрация от 13 до 14 процентов называемый поль эль эти сорта пива вырабатывают из хорошо растворенного солода холодного режима выращивания они глубоко сброжены имеют высокое содержание спирта вкус горьковатый или горький однако типично солодовый это пиво умеренно насыщено углекислым газом необходимо чтобы она как и все сорта английского пива имела специфические вкусовые и ароматические свойства в германии было распространено коричневое пиво браунбир однако его значение упало однако возрос интерес к светлому или белому очень насыщенному углекислым газом пиву верхового образца брожения с кисловатым освежающим вкусом белое пиво производит из ячменного и пшеничного складов оно кисловатая очень свежая глубоко сброженная содержание углекислого газа не менее 1,2 массовых процента его пьют с добавлением фруктовых соков или спирта аналогично этим сортам бельгийское пиво верхового брожения известные луваньское белое пиво и коричневое питерман концентрации от девяти до одиннадцати процентов и с содержанием спирта от одной целой восьми до двух целых двух десятых процента абсолютно особым сортом является брюссельское пиво ламбик изготавливают его из солода с добавкой 40 процентов пшеницы концентрация начального сусла 13 процентов пиво сильно охмеленное содержанием спирта 3-4 процента варят ламбик только зимой и предварительно не сбраживают произвольное брожение вызывают дикие дрожжи молочные бактерии и дрожжи типа бретономицез перед выпуском вкус пива исправляют путем смешивания старых партий с молодыми под эклерку ламбик смешивают также с другими сортами пиво верхового брожения обычно с пивом с высоким содержанием углекислого газа до 7 грамм на литр чтобы оно приобрело типичный аромат ламбика в остальных европейских странах производство пиво верхового брожения незначительно и ограничивается освежающим пивом с высоким содержанием углекислого газа пиво с низким содержанием спирта и без алкогольное пиво с ростом мероприятий направленных на борьбу с чрезмерным употреблением алкогольных напитков в начале двадцатого столетия на пивоваренных заводах появилось стремление производить пиво с низким содержанием спирта или пиво абсолютно лишенное спирта эти стремления были осуществлены во время первой мировой войны и в годы кризисов в сша с 1917 по 1932 год во время войны повсеместно вырабатывали пиво с низкой исходной концентрацией а следовательно и низким содержанием спирта в сша нормально изготовленное пиво освобождалось от спирта вакуумной дистилляции разработка безалкогольных сортов была еще более подстегнута антиалкогольными законами в сша пиво перед выпуском сильно карбонизировалась однако его вкус из-за дистилляции был нарушен разные европейские государства пытались вводить пиво с высоким содержанием экстракта и высокой питательной ценностью однако с низким содержанием спирта пытались также использовать для главного брожения вместо бактерии сахаромицес сервиса и другие микроорганизмы например сахаромицедес ледвиги термобактериумобилия и другие ограничивалось сбраживание мальтозы и образование спирта и уделялось внимание образованию разных кислот и ароматических веществ однако пиво полученное таким образом не нашло распространения главным образом из-за больших различий во вкусовых свойствах определенное значение имеет пиво с низкоисходной концентрации главным образом тогда когда желаемое отношение сахаров к несахарам имеют в виду уже при засыпи и регулируют соответствующим введением процесса в варочном отделении и когда главное брожение проводится так чтобы пиво не слишком сбраживалось в чехии в этом направлении проводились исследования особенно при решении подбора подходящих технологических режимов особенно для подбора подходящего напитка для шахт металлургических комбинатов для шоферов и так далее хорошими свойствами если говорить о вкусе питьевых качествах обладает например четырехпроцентное пиво содержанием спирта четыре десятых массовых процента при оценке вкуса этого пива нельзя забывать о положительном влиянии спирта на его вкус которое будет подробно рассмотрено в следующих видео концентраты пива большое внимание уделяется производству пивных концентратов их можно вырабатывать в период пониженного сбыта пива и хранить очень долго в период промышленного спроса на пиво их разбавляют водой карбонизируют и выпускают как обычное пиво пивные концентраты пригодны также для экспорта при производстве концентратов готовое пиво освобождают от воды вымораживанием или специально отработанной вакуумной дистилляцией оба способа связаны с определенными потерями экстракта и спирта производством концентратов пива в сша занимается известный химический концерн philips который для снижения содержания воды используют процесс фракционной кристаллизации точная технология которого неизвестно вода удаляется под давлением без доступа воздуха по опубликованным данным для оценки качества пива из концентрата концерном 19 пивоваренных заводов было изготовлено из пива 77 концентратов полученное из этих концентратов пиво было подвергнуто дегустационным испытаниям при участии специалистов тех заводов из пива которого эти концентраты были приготовлены вкусовые различия были незначительны и некоторые дегустаторы приняли пиво из концентратов за оригинальное содержание воды в исходном пиве по этой технологии может быть снижено за один производственный цикл на 50 процентов а за 2 на 70 это вводная лекция вводное видео перед огромной обширной темой по пиво варенью как я говорил в начале этого видео мы распаковываем и начинаем общаться по этой теме каждую неделю за исключением летних месяцев будет выходить одно видео по этой теме иногда лекции по пиву будут прерываться чтобы я мог вам рассказать про какие-то другие оборудование технологии машиноаппаратурные схемы и так далее но в основном на ближайшие полтора два года пиво прочно поселится на этом канале и мы рассмотрим подготовку ячменя для производства солода обработку солода перед его охмелением подготовку хмеля и его выбор брожение дображивание фильтрацию охмеленного сусла и фильтрацию готового пива это все потребует от нас вдумчивого подхода к данным видео лекция я надеюсь что этот материал будет вам полезен а если вы знаете кого-то кто интересуется этой темой или сам занимается производством пива или работает на таком производстве или у вас есть знакомые студенты которые учатся на пивоваров то вы можете посоветовать и мой канал как опору в их работе и учебе на этом я с вами прощаюсь уже совсем скоро выйдет наша самая первая лекция по пиво варенью приглашаю ее посмотреть приглашаю подписаться на канал поставить колокольчик уведомления в нем все уведомления и я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч